На Adindex City вы приняли участие в секции, посвященной рекламным тендерам. На ваш взгляд, какие проблемы в этой области существуют и, если они как существуют, как их можно решать? Все сейчас думают о том, как оптимизировать процесс и как для клиента получить подходящий под задачи пул агентств, а для агентств, соответственно, как получить нужный пул клиентов. Не секрет, что на стороне агентств есть некий KPI по клиентам, назовем это так, там определенный сплит по индустриям должен быть, определенная прибыльность, либо там просто приятно работать, денег нет, но фестивальные кейсы, условно говоря. И тут вопрос, как бы на каком этапе происходит эта магия совмещения, потому что у клиентов есть свои ожидания и у агентств свои. И основная сложность – это вот как раз нахождение правильных подрядчиков и правильных клиентов. И вызов, который стоит перед всеми в ситуации, когда очень большой прессинг на маркетинг, очень много изменений на рынке, очень многие инструменты новые, либо непонятно как работающие, очень много давления со стороны бизнеса, как эффективно привлекать или удерживать клиентов. Ну, то есть прессинг в профессии достаточно большой. И в том числе с точки зрения эффективности и возврата на инвестированные бюджеты. И тут все хотят найти агентство, которое тебе поможет решить твои задачи наиболее эффективным способом. И, к сожалению, нет универсальных ответов на эти вопросы, поэтому вот сейчас это все активно дискутируется. Ну и плюс падение возможной рентабельности на рынке, причем с обеих сторон, оно тоже как-то поднимает очень многие вопросы ценообразования и выпрямления цепочек создания ценностей со стороны сейлера и агентств. Ну, то есть вот очень много дискуссий. И плюс еще основной вопрос, который сейчас есть, роль агентства. В ситуации, когда растет диджитал, он же растет не сам по себе, не в вакууме и не как медиа. Растет другое поколение бизнеса, как бизнес-моделей. И в ситуации, когда очень многие площадки открывают возможности для клиентов прямой покупки, встает вопрос роли агентства. То есть они просто аккумулируют инвентарь, что в ситуации, когда организуются прямые продажи, перестает быть настолько актуальным, как в прошлое время. И тут вопрос о формировании экспертизы уникального предложения со стороны уже агентств на рынок, как своего продукта. Я думаю, что вопросы основные, которые сейчас дискутируются ровно вокруг всего этого микса. А как вы считаете, вот если говорить, например, именно про диджитал, например, крупные бренды, могут обойтись без агентства, создав подразделения внутри компании, как вот, например, на Западе заметны такие кейсы, или все-таки без агентства работу не построить с диджиталом? Если мы говорим о креативной составляющей, то очень многие большие бренды, большие компании реально экспериментируют с созданием инхаус-экспертизы. Но это касается в основном креативной составляющей, как сошел-медиа, как диджитал-креатив. Например, во многих банках, в большинстве банков есть инхаус-дизайн-студии. Тут вопрос, что делают эти дизайн-студии. Они вполне себе могут производить видео. И это большая угроза потери бизнеса для креативных агентств и сошел-медиа. Эта экспертиза вообще без проблем поднимается инхаус, если есть такая потребность. Это и быстрее. То есть, например, кейсы, которые были реализованы во время чемпионата мира, где была важна скорость реакции, time-to-market, большинство из них было реализовано инхаус-командами. Очень мало кто из агентств готов поддерживать такую скорость разработки и реализации. Это связано с процессами внутри агентства, это связано с процессами утверждения, в том числе СМИ от креатива и так далее. И эти процессы не направлены на то, чтобы обеспечивать нужную скорость реакции. Если мы говорим о медиа, то тут вопрос, где находятся те люди, которые это менеджерят. Это вопрос, собственно, фото versus та экспертиза, которую ты получаешь. И тут пока решений, когда бы все это поднималось инхаус, нет. Ровно потому, что там очень много работы, в том числе договорной, которую нужно поддерживать с подрядчиками, с площадками. И иногда бывает проще это иметь как аутсорс, как агентство. Но при этом, если мы смотрим на тренды и на тенденции, вполне возможно, что это может быть поднято инхаус. Слышал позицию от рекламного агентства, то что одной из проблем как раз в отношении современных брендов и агентств часто являются ежегодные тендеры. То, что невозможно нарастить достаточно экспертизу и узнать бренд, если каждый год он меняет агентство. Вот как вы считаете, существует ли действительно такая проблема и можно ли с ней что-то сделать? Тут вопрос, проблема для кого, давайте так. Есть небольшие бизнесы, которые вообще в принципе тендерят каждый проект, потому что там важен кост. и сам процесс построен таким образом, что важны краткосрочные результаты. Но когда мы говорим о больших компаниях, о больших брендах, где выстраивается репутация, где тебе нужно понимать, каким образом и с помощью каких инструментов решать те или иные задачи. То есть когда ты ищешь партнера, ежегодный тендер это скорее вред, чем добро, потому что как это обычно происходит? Провели тендер, выбрали агентство. Полгода это минимум, ты пытаешься наладить работу, потому что, во-первых, это люди. Не все знают процессы. То есть идет взаимное обучение команды. Это реально полгода. Потом ты три месяца работаешь, и следующие три месяца, получается, тебе нужно готовить новый тендер. И у тебя реальные работы вполне комфортные для всех, но это три месяца. Зачем это делать? Те крупные бренды, как правило, уходят от ежегодных тендеров ровно поэтому. Внутренних процессов на адаптацию агентства, поддержание бизнеса в таких условиях, ну, это не всегда эффективно. А если говорить как раз на примере вашей компании, у вас ежегодные тендеры есть такая практика, или в принципе вы от них ушли? В основном у нас договора заключаются на более длительный период. Это все зависит от суммы договора. При этом у нас есть часть договоров, которые заключаются на год. Это связано с бюджетным планированием. Вопрос уже непосредственно про сферу телекома. Это какие задачи стоят у крупных брендов в этой сфере, если говорим мы с точки зрения маркетинга, например? Ну, я могу говорить только о себе. Как бы за весь рынок говорить достаточно странно. Коллеги в состоянии высказать свою позицию. Но то, что видно сейчас на рынке, это идет большие изменения в части поиска новых точек роста. Потому что телеком уже на стадии насыщения как продукт, уже трансформировался из инновационного новинки, который он был там лет 15-20 назад, в продукт, который стал комодити. И, соответственно, уже теми темпами, к которым мы все привыкли, расти уже не получается уже давно. И основной вызов для всех маркетологов, он заключается, с одной стороны, в поиске новых точек роста, новых доходов. И второе, в работе с лояльностью базы. Базы у всех огромные, большие. И насколько успешно ты допродаешь определенные продукты или сервисы текущим клиентам, насколько успешно ты решаешь их задачи по сервису, по текущему клиентскому опыту, настолько успешный у тебя бизнес. То есть вот эти два направления, наверное, самые ключевые. Как будет развиваться именно маркетинг МГТС в ближайшее время? Будет ли он как-то корректироваться с учетом каких-то новых реалий? Мы уже скорректировали в этом году нашу медийную стратегию. Мы сфокусировались на диджитал, наружке и радио как основном миксе. У нас не было очень много больших компаний на телевидении, но телевидение в этом году мы исключили из медиамикса. И сейчас мы будем экспериментировать именно с точки зрения работы с креативом и с новыми форматами в диджитал. Можем ли мы как-то рассказать именно непосредственно в процентном, например, соотношении или по долям, какая часть диджитал, какая часть всего остального в вашем распределении? Ну, что я могу сказать, что готовы анонсировать? У нас основной бюджет идет сейчас на два медиа. Это радио и это диджитал. Основной медийный бюджет сейчас уходит туда. Наружная реклама выступает для меня дополнительным инструментом для построения точечного охвата. Будут ли дальше МГТС коллаборировать с международными брендами, например, как в кейсе, когда робот Бамблби из трансформеров продвигал новые тарифы? Мы работаем с очень большим количеством компаний, которые производят интересный контент. Сейчас, например, у нас была не рекламная кампания, но кампания, направленная на наших клиентов. Когда мы продвигали «Игру престолов» и разыгрывали билеты для наших клиентов на последний показ «Игры престолов» на стадионе, который как раз вчера был, мы активно для наших клиентов предлагаем билеты на закрытые показы, так как мы поставщик еще и телевидения. И это, на удивление, пользуется очень большим спросом как раз в части поддержания лояльности. С точки зрения именно рекламных кампаний, в зависимости от того, какие продукты мы сейчас будем выводить, это вполне себе возможное развитие событий, когда мы будем вступать в коллаборации с достаточно известными франшизами мировыми. Редактор субтитров А.Семкин